Девушки военных лет Как много они сделали, где черпали они свое мужество и отвагу, выдержку и выносливость, неистребимую доброту сердца и ласку в огненном водовороте войны. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим разговор о женщине на войне, о повести Бориса Васильева «Азорь здесь тихий». Подвиг каждой из героинь повести становится особо весомым и значимым от того, что они женщины. Я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Повесть Бориса Васильева «Азорь здесь тихий». Время действия. Май 1942 года. Место. Неведомый 171-й разъезд. На тихом разъезде несут службу бойцы зенитно-пулеметного батальона. Преследуя вражеских диверсантов, пять девушек, во главе которых старшина восков, вступают в неравный бой. Одна за другой перед нами появляются судьбы замечательных, непохожих друг на друга девушек. Одна за другой трагически обрываются, оставляя в наших сердцах боль и тоску от невосполнимости этих утрат. Эти девушки мечтали о большой любви, о нежности, о семейном тепле. У каждого была своя, особая судьба. Но на их долю выпала жестокая война, и они до конца исполнили свой долг. Тема урока. Борис Васильев «Азорь здесь тихий». Проблематика повести «Система образов». Год написания. 1969. История создания. Первоначальный текст был задуман как рассказ о семи героях, которые смогли отстоять свой боевой объект ценой собственной жизни. Однако, переосмыслив сюжет, добавив ему новизну, автор изменил задумку. Появилось пять зенитчиц, которые попали под командование старшиной Воскова. Жанра. Повесть. Направление. Реалистическая военная. Проза. Тема совершенно новая для военной прозы. Война глазами женщины. Художественно преобразовывая действительность, одаривая героинь разными индивидуальными чертами, автор добился удивительного правдоподобия. Люди поверили в реально существовавших девчонок. Особенно после экранизации в 1972 году. Смысл названия повести раскрывается в самом конце, когда выживший старшина с сыном одной из погибших зенитчиц после войны приезжает на место гибели девушек, чтобы установить памятник. И фраза, ставшая названием повести, звучит как мысль о том, что жизнь продолжается. Травмное спокойствие этих слов контрастирует с ужасной трагедией, которая случилась здесь. Основная мысль, заложенная в название повести, правильно живет лишь природа. В ней все тихо и спокойно. А в человеческом мире – бурь, смятение, ненависть, боль. Каждый, прочитавший повесть, неминуемо приходит к выводу, что трагедии можно было бы избежать, если бы старшина и его боевые единицы были опытны. Если бы. Но война не ждет готовности. Смерть на войне не всегда подвиг. Есть случайность, есть глупость, есть неопытность. Правдивость произведения – это секрет успеха данной повести и признания таланта автора. Проблематика – залог востребованности произведения. То, чему учит это произведение, должно оставаться в сердцах будущих поколений. Война – это страшно. Она не различает пола и возраста. Композиция. Повествование ведется от лица сержанта Воскова. Его воспоминания составляют основной сюжет. Повествование перемеживается лирическими отступлениями, отрывками из детства, из воспоминаний различных лет, которые всплывают в памяти старшины. Через его мужское восприятие автор подает образы нежных, трогательных девушек, раскрывает мотивы, по которым они оказываются на фронте. Чтобы познакомить читателей с очередной героиней, автор просто переносит действия в ее прошлое, прокручивая самые яркие моменты из жизни персонажа. Картины мирной жизни настолько не стыкуются с ужасами войны, что, возвращаясь к событиям на разъезде, читатель невольно желает вернуться в мирное время. Идея всего творчества Бориса Васильева о войне заключается в следующем. Мы должны помнить о тех страшных днях, хранить и передавать это знание из поколения в поколение, чтобы война не повторилась. Жанр произведения. Произведение написано в среднем жанре военной прозы, повесть. В содержательном плане произведение вполне достойно романной формы, а идейная составляющая, пожалуй, не имеет равных в русской литературе того периода. Война с женскими глазами еще страшнее от того, что рядом со смертью соседствуют каблуки и красивое женское белье, которое упорно прячут красавицы в вещмешках. Повесть Васильева совершенно уникальна своим пронзительным трагизмом, жизненностью и глубоким психологизмом. Сюжетный анализ повести. Сверхзадача автора. Добро побеждает зло, что является законом божественной справедливости. Исходное событие – начало войны, которое изменило жизнь героев. Основное событие. Узнав от Риты, что диверсантов всего два человека, старшина Восков посчитал, что группа из пятерых девчат справится самостоятельно. Главное событие – послевоенное время. В тех местах, где шли бои, отдыхают те, кто родился после войны. Ловят рыбу, наслаждаются тишиной. Красотой тех мест, где погибли девушки за то, чтобы зори были тихими. Центральное событие. Победа сыною в пять жизней молодых девушек, которые бесстрашно перебирались через болото, не пали духом, узнав, что немцев намного больше, чем предполагали. Действовали очень осторожно, чтобы не обнаружить себя. Были находчивы. Битва была жестокой. И гибель девушек подчеркивает эту жестокость. Как-то на одной из читательских конференций Борис Васильев, отвечая на этот вопрос, подчеркнул. Надо иметь в виду, что речь идет о немецких десантниках 1942 года, об опытных, отлично вооруженных солдатах, тогда еще не сдававшихся в плен. Чтобы их остановить, нужно было платить жизнью людей. А здесь против них всего лишь один старшина и пять неопытных девушек. Но эти девушки прекрасно знали, за что они отдали свои жизни. Тематика повести. Героизм, чувство долга. Вчерашние школьницы, еще совсем молодые девушки, уходят на войну. Каждая приходит по своей воле, и, как показала история, каждая вложила все свои силы, чтобы противостоять немецко-фашистским захватчикам. Женя Камелькова – одна из самых ярких, сильных и мужественных представителей из состава девушек-бойцов, показанных в повести. С Женей в повести связаны самые комические, самые драматические сцены. Ее доброжелательность, оптимизм, жизнерадостность, уверенность в себе, непримиримая ненависть к врагам, невольно привлекают к ней внимание и вызывают восхищение. Чтобы обмануть немецких диверсантов и заставить их идти дальней дорогой в обход реки, маленький отряд девушек-бойцов устроил в лесу шум, изображая лесорубов. Женя Камелькова разыграла потрясающую сцену беспечного купания. Шагнула в воду и, вскрикивая, шумно и весело, начала плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатывались по упругому теплому телу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит, и переломится Женя, всплеснет руками. Женя улыбается, а глаза, настишь, распахнутые ужасом, полны, как слезами. И ужас этот живой и тяжелый, как ртуть. В этом эпизоде в полной мере проявились героизм, отвага, отчаянная смелость. Именно в этот момент была одержана главная победа над врагом. Ненависть к врагам победила ужас. Красота схлестнулась со смертью в борьбе за свободу. И победила. Вторая тема. Женщина на войне. В первую очередь в произведении Васильева важен тот факт, что девушки находятся не в тылу. Они наравне с мужчинами воюют за честь своей родины. Каждая из них – это личность. У каждой были планы на жизнь. Своя семья. Но жестокая судьба отнимает все. В устах главного героя звучит мысль о том, что война страшна тем, что, отнимая жизни женщин, она губит жизнь целого народа. Всего на шаг в сторону. А ноги сразу потеряли опору. Повисли где-то в зыбкой пустоте. И тот мягкими тисками сдавило бедра. Давно копошившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу. Острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью наваливалась на шесть. Сухая жердина звонко хрустнула. И Лиза лицом вниз упала в холодную, жидкую грязь. Земли не было. Ноги медленно, страшно, медленно тащила вниз. Руки бестолку прибыли топ. И Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком массиве. А тропа была где-то рядом. Шаг, полшага. Но эти полшага сделать было уже невозможно. Третья тема. Подвиг маленького человека. Ни одна из девушек не была профессиональным бойцом. Это были обычные люди с разными характерами и разной судьбой. Но война сплачивает героинь. И они готовы сражаться вместе. Вклад в борьбу каждый из них был не напрасным. Ждали немцы Соню. Или она случайно на них напоролась. Бежала без опаски по дважды пройденному пути. Торопясь притащить ему, старшине Воскову, Махорку, ту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела. Откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть. Почему пронзительной яркой болью рванулась вдруг сердце? Нет. Успела. И понять успела. И крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара. Грудь мешала. А может, не так все было. Может, ждали они ее. Четвертая тема. Мужество и смелость. Некоторые героини особенно выделились на фоне остальных, проявив феноменальную отвагу. Мужество, хладнокровие, человечность, высокое чувство долга перед Родиной отличает командир отделения младшего сержанта Риту Асянину. Автор, считая образы Риты и Федота Воскова центральными, уже в первых главах рассказывает о прошлой жизни Асянины. Школьный вечер, знакомство с лейтенантом-пограничником Асяниным, оживленная переписка, ЗАГС, затем пограничная застава. Рита училась перевязывать раненых и стрелять, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Рождение сына, а потом война. И первые военные дни не растерялась. Спасла чужих детей, а вскоре узнала, что ее муж погиб на заставе на второй день войны, в контратаке. Ее не раз хотели отправить в тыл, но каждый раз она снова появлялась в штабе укрепрайона. Наконец, взяли санитаркой, а через полгода направили на учебу в танковую зенитную школу. Рита научилась тихо и беспощадно ненавидеть врага. На позиции она сбила немецкий аэростат и выбросившегося корректировщика. Когда Восков и девчата насчитали вышедших из кустов фашистов, 16 вместо ожидаемых двух, старшина сказал всем по-домашнему. Плохо, девчата, дело. Для него было ясно, что против водозубов вооруженных врагов им долго не продержаться. Но тут твердая реплика Риты, что же, смотреть, как они мимо пройдут, очевидно, намного укрепила Воскова в принятом решении. Дважды Асянина выручала Воскова, принимая огонь на себя. И теперь, получив стремительную рану и зная положение раненого Воскова, она не желает быть ему обузой, понимает, как важно довести их общее дело до конца – задержать фашистских диверсантов. Рита знала, что рана спрятельная, что умирать она будет долго и трудно. Проблематика повести охватывает типичные проблемы из военной прозы – жестокость и человечность, смелость и трусость, историческая память. Также она передает специфическую новаторскую проблему – судьба женщины на войне. Первая проблема – проблема войны. Борьба не разбирает, кого убить, а кого оставить в живых. Она слепа и равнодушна, подобно разрушительной стихии. Поэтому случайно гибнут слабые и ни в чем не повинные женщины, а единственный мужчина выживает. Тоже случайно. Они принимают неравный бой, и вполне естественно, что им никто не успел помочь. Таковы условия военного времени. Везде, даже в самом тихом месте, опасно. Везде ломаются судьбы. Последние минуты жизни Женя вызвала огонь на себя, лишь бы отвести угрозу от тяжелораненной Риты и Федота Воскова. Она верила в себя, и, уводя немцев от отсянины, ни на мгновение не сомневалась, что все окончится благополучно. И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, несуразно и неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет. А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убегать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы добили ее в упор, а потом долго смотрели на ее, и после смерти, гордое и прекрасное лицо. Вторая проблема – проблема памяти. В финале старшина приходит на место страшной расправы с сыном героини и встречает молодых людей, которые удивляются тому, что в этой глуши проходили бои. Таким образом, выживший мужчина увековечивает память о погибших женщинах, устанавливая мемориальную плиту. Теперь потомки будут помнить их подвиг. Третья проблема – проблема трусости. Галя Четвертак не смогла воспитать в себе необходимую храбрость, и своим неразумным поведением она осложнила проведение операции. Автор не винит ее строго. Девушка и так воспитывалась в тяжелейших условиях. Не было у кого учиться вести себя достойно. Родители бросили ее, побоявшись ответственности. Так и сама Галя испугалась в решающий момент. На ее примере Васильев показывает, что война – это не место для романтиков, потому что борьба чудовищна, и выдержать ее гнет дано не каждому. А зорь здесь тихий. Название глушает. Словно внезапная тишина после взрывов. Оно является полной противоположностью реальностям войны и событиям повести. С сотнями тысяч жизней таких вот девчонок и мальчишек было заплачено за наши тихие зори. Индивидуальное задание. Пока жива память, живы герои Великой Отечественной войны. Пока жива память, не быть повторением этих страшных событий. Наш с вами обелиск сегодня – это чистый лист. Я предлагаю вам подумать, какими словами, если бы пришлось, вы смогли бы выразить ваше состояние души, ваши чувства после прочтения повести. Напишите эти слова на обелиске для следующих поколений, чтобы и они знали. Выделите три эмоции, два факта, которые вас потрясли, и одно пожелание. По-разному гибнут девушки, но нас потрясает гибель каждой из них. Пусть не все девушки гибнут с оружием в руках, пусть их бой лишь местного значения, но повесование перешло за рубеж самой простой и высокой меркой. Жизнь одна и смерть одна, где они все подлинные героини войны. Наш урок окончен. До новых встреч!